Месса, где творчество не спыняется ни наимгнение. Месса, где юные же хоры нашей в области учатся развивать свои шматгранные таленты. Для каждого из них областный палац творчества становится дорогим и близким сердцу, а после, уже у дорослых житей, застается у памяти на долгие годы. Тут за все депанует доброзышливая атмосфера, натхнение и захопление. Детей учат марить и досягать поставленной меты. У палацы наличивается зараз коля 130 разностайных гуртков по интересах, где представлены абсолютно усе профили дитяшей творчести. Специально до юбилея установы выхованцами были подрихтованы яркие и запоминальные концертные номеры. Юбилейная дата – подстава для подведения вынников. Левшие педагоги установы отремлюют гоноровые грамоты от Министерства адекватии и Гомельского облаконкама. Сироту знагородженных и заслуженный наставник Беларуси Валентин Пакаташкен, який заявляется створальником и девушим керовником студии выявленного мастерства. Это творшее объединение старейшее во установе. Яною снуе уже 54 годы. За этот час больше за тысячу наученцев стали профессийными мастерами. Привление и сейчас у ребят есть. Но это все зависит от человека. Если он поставил цель получить специальность в каком-то направлении, он безусловно будет трудиться над собой. Вы сами знаете, чем больше трудишься, значит и больше добьешься. На рахунку выхованцев областного палаца творчества детей и молодей шматликая колькость перомог на самых розных конкурсах. Без сомнений можно мерковать, что в будущем скорбонка, узнагород и диплома в Будде пополняться новыми трофеями. Я думаю, что как и любое учреждение, наш дворец развивается вместе со страной. И запросы новые, которые сегодня диктуют нам наши родители, наши дети, мы с радостью удовлетворяем. Самое главное, чтобы наш дворец всегда был наполнен детским смехом, детскими голосами. Ну а уж выбор их кружка – это уже выбор будущего. Дмитрий Котов, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».